Итак, с нами модель Ольга Левашова. Привет! Привет! Ну, расскажи немножко о себе. На самом деле я певица и автор собственных песен, но сегодня я решила еще попробовать себя в качестве модели. Мне предложили, я согласилась. Почему бы нет? Это тоже интересно. Замечательно! То есть ты в первый раз будешь участвовать в таком мероприятии, да, ходить по подиуму. Ну, расскажи, в каком ключе проходит именно подготовка? Обстановка очень необычная для меня, и я смогла всего за половину дня чему-то новому научиться. Попробовать себя на сцене не только в качестве певицы, но и модели. Пусть выход не очень долгий, но тоже яркий и доставляет необычные впечатления. То есть ты еще и певица, правильно? Да, и автор песен, ну, и стихов также. Здорово! То есть в дальнейшем ты хочешь наверняка, чтобы это все как-то совмещать одно с другим, потому что сейчас это очень модно, на самом деле. Певица может какую-то песню петь, и в то же время модели показывают коллекцию дизайнера. Да, ну, мне кажется, это не столь сложно, вот, ну, по сравнению с выступлением не спеть, не сплясать, а просто пройтись. Но в то же время тоже там есть свои особенности, которые нужно знать и уметь. А, ну, расскажи, в каком стиле ты поешь? Я пою русские народные песни, эстрадные и свои. Стиль можно назвать как поп-рок. Точнее, нет, простите, этно-поп, вот. А, этно-поп. Интересно. А ты свои песни, вот, то есть пишешь стихи и записываешь потом в студии свои песни? Да, и также я когда-то была в группе «Русское поле», сейчас там другой состав. Была на бэк-вокале у певицы Юлии Альбах. А сейчас я занимаюсь вокалом и потихонечку записываю что-то новое. Так, я очень хочу познакомиться с твоим творчеством, как с певицей. Конечно, так, надо найти, где ты есть, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграм. Я сейчас обязательно приеду домой. Выпью чашечку кофе и буду, да, смотреть. Страница у меня ВКонтакте, меня там зовут как Ольга Княгиня. Все запомнили, Ольга Княгиня. Так, хорошо, Ольга Княгиня. А в Инстаграме тебя как найти? В Инстаграме меня нет, но я его заведу. Обязательно заведи. Да, потому что гораздо быстрее распространяется информация, и в то же время вот показать все свои вот эти жизненные моменты, там быстрее на самом деле все это наблюдать очень удобно. Так что давай, заведи аккаунт в Инстаграме. В ВКонтакте я тебе найду. Спасибо большое тебе за интервью. Пожелаю всем всего самого хорошего. Я вам всем желаю, чтобы вы реализовали свой потенциал, и в то же время, чтобы ваши мечты осуществились. Благодаря вам самим. Это возможно. Отлично. Спасибо огромное. И вам спасибо.